Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Миссия технической поддержки ВАО АЭС по вопросам управления ремонтной документацией. Инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента Смоленской АЭС. Молодые специалисты акционерного общества «Атомпроект» убедились в безопасности атомной станции. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». По концерну «Росэнергоатом» 20138 мегаватт – это 103,1% выработка с начала года. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. Три энергоблока в работе, суммарная нагрузка 3078 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. О ходе реализации ПСР-проектов на Смоленск АЭС доложил заместитель главного инженера Олег Кужиньязов. За неделю подано 20 ППУ, всего на сегодня, с начала года подано 347 ППУ. По ПСР-проектам, значит, за неделю вышли приказы об открытии трех ПСР-проектов. Еще в ЕСДУО на согласование находится 7 ПСР-проектов. Всего на данный момент открыто 42 проекта. Выработка электроэнергии за 20 дней мая составила более 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 31 миллион. С начала года выработка составила более 9,5 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 197 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Теме совершенствования процесса управления ремонтной документацией была посвящена миссия технической поддержки Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, которая прошла на Смоленской станции. Миссия проходила в формате ассист-визита. В течение пяти дней ведущие эксперты Московского центра ВАО АЭС в НИИ АЭС, концерна «Росэнергоатом», Ростовской и Калининской станции детально изучали процесс управления ремонтной документацией на предприятии, этапы ее внедрения, сопровождения, применения, актуализации. Для этого они провели полный анализ имеющейся документации, а также серию интервью с работниками Смоленской АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт». Кроме того, в ходе работы команда миссии помогала специалистам Смоленской АЭС определить направления, требующие улучшения, для успешного прохождения партнерской проверки ВАО АЭС, которая пройдет на станции в октябре. Результатом миссии технической поддержки стал проект отчета, содержащий выявленные проблемные области в процессе управления ремонтной документацией Смоленской АЭС и рекомендаций по их устранению. После его утверждения специалисты станции приступят к разработке и реализации плана внедрения корректирующих мероприятий. Здесь очень открытые станции, они не скрывают свои проблемы, потому что главная задача – это безопасное производство электроэнергии. Инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента прошел на площадке Смоленской АЭС. Цель аудита – независимая оценка интегрированной системы менеджмента Смоленской АЭС для подтверждения действий сертификатов, выданных ранее. Методы аудита традиционные – общение с персоналом, непосредственное наблюдение за деятельностью и анализ документов, которые в рамках концерна разработаны и внедрены в филиалах. Группа аудиторов разделилась по подразделениям и провела надзорный аудит систем менеджмента качества, экологии, охраны труда, энергоменеджмента, а также проверила на соответствие требованиям стандарта МАГАТЭ. Эта проверка ежегодная в рамках трехгодичного сертификационного цикла. Она в этом году вторая. По результатам этой проверки мы должны рекомендовать органу по сертификации о подтверждении или не подтверждении сертификатов в соответствии требованиям международных стандартов. Работа Смоленской станции подтверждает, что здесь высокая культура безопасности, прежде всего, персонала. Выполняются все необходимые требования, как нормативных документов Российской Федерации, как международных документов. С техническим туром на Смоленск АЭС побывали молодые специалисты Санкт-Петербургского акционерного общества «Атомпроект», ведущего предприятия «Росатома», занимающегося проектированием объектов атомной промышленности и энергетики. Цель визита – знакомство с технологией работы АЭС с реакторами РБМК, общение с ведущими специалистами-эксплуатационниками, а также укрепление профессионального сотрудничества между молодежными организациями предприятий. Мы, проектировщики, в целом не видим как таковую атомную станцию в железе. И нам было бы очень полезно увидеть, как расположено оборудование, площадки, какие-то трубы, перекрытия. И поэтому именно здесь, на атомной станции, мы можем почерпнуть этот опыт. Выражая общее мнение своих коллег, он отметил, что от посещения Смоленск-АЭС у них остались самые положительные впечатления. Город понравился, уютный, чистый, все здорово. На атомной станции чувствуется, что здесь безопасно. Коленки не тряслись, когда был в реакторном отделении. Атомная энергетика, она в принципе в умелых руках. Это ничем не хуже тепловой энергетики, гидроэнергетики, а в чем-то может быть даже лучше. Знакомство со Смоленской атомной станцией специалисты акционерного общества «Атомпроект» начали с лаборатории внешнего радиационного контроля, совершили виртуальную экскурсию в интерактивном зале, познакомились с работой блочного щита управления на полномасштабном тренажере. На действующем энергоблоке номер 2 они побывали в машинном и реакторном залах, посмотрели главные циркуляционные насосы. Специалисты Смоленск-АЭС поделились с молодыми проектировщиками опытом в области обеспечения ядерной, радиационной, экологической безопасности, эксплуатации оборудования, рассказали о действующих на предприятии программах. Не остались без внимания гостей Северной столицы также вопросы молодежной и кадровой политики нашего предприятия. Их они обсудили на встрече с заместителем директора по управлению персоналом Анатолием Терлецким, руководителями подразделений Смоленск-АЭС и представителями организации молодых атомщиков. 1 июня на баскетбольном стадионе около здания реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленск-АЭС пройдет турнир по баскетболу 3 на 3. Начало в 11 часов. 1 июня в час дня на футбольной площадке около РОЭДЦ торжественно откроется турнир по дворовому мини-футболу на призы профсоюзной организации Смоленск-АЭС «Кожаный мяч». 3 июня в 9 часов 30 минут в районе деревни Генино состоятся соревнования по спортивному ориентированию в рамках спартакиады работников Смоленск-АЭС-2017. На этом наш выпуск завершен. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин